Сестра Ян Когда ты исполняла долг совместно с сестрой Ли, сталкивалась ли ты с трудностями? Недавно было одно состояние. Мы с сестрой Ли отвечали за работу двух разных групп. И поначалу, когда она сталкивалась с проблемами, она шла ко мне, и я старалась помочь. Но через некоторое время мне стало казаться, что я трачу столько сил на помощь ей, а все лавры достаются ей. Я из-за этого расстраивалась. Я избегала ее, чтобы она ничего не спросила. Понимаю это неправильно и эгоистично, но я не знаю, как выйти из этого состояния. Такие вещи происходят потому, что мы эгоистичны и презренны. И поэтому, чтобы защитить свою репутацию и статус, мы часто пренебрегаем интересами Божьего дома. Я тоже столкнулась с таким состоянием, и после суда и обличения Божьим словом я кое-что узнала о себе. Что это был за опыт? Не могла бы ты поведать нам? Да. Хорошо. Это был ноябрь девятнадцатого года. Мы с сестрой Джоу работали лидерами. Чтобы работа шла эффективнее, наши руководители распределили обязанности между нами. Я должна была отвечать за полив новообращенных, а она за работу над видео. Тогда я видела, что полив идет не очень хорошо. Я боялась, что не справлюсь с этой задачей. Но я подумала, что это важнейшая работа, и если я смогу добиться успеха в этом трудном деле, тогда руководство признает мои способности, а братья и сестры зауважают меня. И согласилась. Я встречалась с теми, кто был занят поливом и помогала им решать возникающие проблемы, уделяя особое внимание поливу тех, у кого был хороший уровень. Вскоре работа по поливу стала улучшаться. Однажды сестра сообщила мне, что им не хватает людей для производства видео, и у них возникли трудности, которые нужно решать. Я подумала, с этим нельзя тянуть, но и работу по поливу нельзя бросить. Если я потрачу все время на работу с видео, а проблемы новообращенных не удастся решить своевременно, то пострадает работа по поливу. Не посчитают ли тогда лидеры, что я не справляюсь? К тому же за работой над видео должна следить сестра Джоу, так что если я помогу ей, все лавры достанутся ей, а я останусь в тени. Поэтому я не стала вдаваться в подробности работы, бросила пару слов и ушла. Вернувшись, я обсудила этот вопрос с сестрой Джоу, но ей на ум не приходил никто подходящий, выбор был трудный. Потом работа затянулась из-за отсутствия персонала. Я все еще не углублялась в этот вопрос и считала, что это было дело сестры Джоу, и меня оно не касалось. Однажды сестра Джоу сказала мне, «Ты уделяешь внимание только тому, за что отвечаешь, а другая работа тебя не волнует». Услышав ее слова, я подумала, «Если бы я выполняла работу, за которую отвечаешь ты, отметили бы только тебя, так зачем мне это?» Я не восприняла ее слова всерьез. Вскоре после этого наш лидер сказала мне, «С производством видео возникли проблемы, и они не решены. Я помню, что ты занималась видео в прошлом, у тебя в этом есть сильные стороны. Я бы хотела, чтобы ты отвечала за видео, а сестра Джоу займется поливом». Услышав это, я расстроилась, ведь я вложила много усилий и идей в работу по поливу, и добиться прогресса было непросто. А теперь она будет пожинать плоды моего труда. Кроме того, делать хорошее видео довольно сложно. Если я не справлюсь, что обо мне подумают? Посчитают ли меня неспособной? Но потом я подумала, в поливе результатов поначалу тоже не было. Разве мы не достигли их благодаря моим усилиям? Если я также улучшу производство видео, разве это не докажет мои способности? И так я согласилась. Я вкладывала всю свою душу в работу над видео, разыскивая новых людей для этой задачи. Когда у братьев или сестер возникали проблемы, я терпеливо искала с ними решения. Вскоре видеопроизводство также начало улучшаться, и все стали работать с большим энтузиазмом. В то время мне часто задавали вопросы о поливе. Я считала, что эта работа не моя обязанность. Я не добилась бы за нее похвалы, и поэтому отвечала формально. Как-то сестра Джоу сказала мне, что в работе по поливу возникли проблемы, и она не знает, как их решить. Я поняла, что сталкивалась с такими же проблемами. Я хотела было рассказать ей, как их решить, но потом подумала, что в таком случае это будет ее заслуга, а не моя. Я сказала, что решу этот вопрос, когда будет время, но потом на меня навалилась работа. Вопрос так и остался нерешенным, и работа по поливу пострадала. У меня было так же. Я не думала о работе церкви в целом. Я была готова посвятить себя своей работе, но работа сестры Ли меня не волновала. Я видела, что она испытывает трудности, но не помогала ей, и работа задерживалась. А как ты в итоге вышла из этого состояния? Да. Однажды лидеры пришли справиться о нашей работе, и выяснили, что меня заботила только своя работа, и ничья больше. Они исправили меня, сказав, что когда лидера церкви беспокоят только свои задачи, и он не обращает внимания на другую работу, это эгоистично и говорит о его плохой человечности. Эти слова сильно расстроили и обидели меня. Я думала, я каждый день трачу столько сил на свой долг, усердно тружусь и не сачкую. Ладно, они не хотят меня хвалить, но как они могут говорить, что я эгоистична? Вернувшись домой, я разрыдалась. В муках я помолилась Богу. О, Боже! Меня огорчила и обидела такая подрезка и исправление. Я не понимаю твоих намерений. Прошу, направь к самопознанию. Аминь. Потом я наткнулась на такие Божьи слова. Самое основное и важное, что должно быть у человека в его человечности, это совесть и разум. Если у человека нет совести и нет свойственного нормальной человечности разума, то что же это за человек? В общем, это человек с крайне скудной человечностью или без нее. Проанализируем это. Как такой человек проявляет утрату человечности, из-за чего люди говорят, что у него ее нет? Какими качествами обладают такие люди? Как конкретно это проявляется? Они поступают безответственно и отстраняются от того, что их не касается. Они не считаются с интересами Божьего дома и с Божьей волей. У них нет бремени свидетельствовать о Боге или исполнять свой долг. Нет чувства ответственности. О чем они думают, делая что-либо? Их первая мысль такова. Узнает ли Бог, если я это сделаю? Увидят ли это другие люди? Если ни другие, ни Бог не видят моих усилий и усердного труда, то мне нет смысла тратить столько усилий или страдать из-за этого. Разве это не эгоизм? В то же время, это и очень низменная мотивация. Когда они так думают и действуют, играет ли здесь роль совесть? Есть ли в этом хоть доля совести? Некоторые молчат, даже если видят проблему. Они видят, что другие мешают, но не препятствуют им. Они не считаются с интересами Божьего дома и ничуть не заботятся о собственном долге или ответственности. Они говорят, что-то делают, выставляют себя на показ, усердно трудятся, проявляют рвение только ради собственного тщеславия, престижа и почестей. Действия и намерения подобных людей понятны каждому. Они появляются всякий раз, когда есть возможность заслужить похвалу или получить благословение. Но когда нет шанса на почести или как только появляются страдания, они исчезают, как черепаха в панцирь. Есть ли у такого человека совесть и разум? Винит ли себя человек без совести и разума, который так поступает? Совесть подобных людей никуда не годится, и они никогда не упрекают себя. В таком случае могут ли они почувствовать порицание и дисциплину Святого Духа? Нет, не могут. Какова атмосфера, в которой действуют в лагере сатаны, будь то в маленькой конторе или в большой группе, простые люди или чиновники? Какими принципами и наставлениями они руководствуются в своих поступках? Там каждый сам себе закон и идет своим путем. Там действуют в собственных интересах. У кого власть, тот все и решает, не думая о других и поступая, как сам захочет, стремясь к славе, богатству и статусу. Если вы не понимаете истину и не притворяете ее в жизнь, то разве отличались бы вы хоть чем-нибудь, если бы не имели обеспечения Божьим Словом? Не отличались бы? Вы были бы такими же, как и они. Вы соперничали бы точно так же, как язычники, и боролись бы точно так же, как они. Вы бы завидовали и плели интриги. В чем корень этой проблемы? В том, что людьми управляет развращенный характер. Власть развращенного характера – это власть сатаны. Все развращенное человечество пребывает в сатанинском характере. Аминь. Да. Из Божьих слов я поняла, что была эгоистична и корыстна. Я знала, что обязанности разделяли, чтобы повысить эффективность, а не чтобы разделить нас. Если у моего соработника проблемы, я должна помочь их решить. А я заботилась только о своей работе ради своей репутации и статуса. Я не занималась другой работой, даже если там были проблемы. Я была эгоистична. Когда я отвечала за полив, я знала, что найти людей для работы с видео непросто, но думала, что если разрешу эти трудности, то почести достанутся не мне. Я интересовалась этим лишь формально. Поэтому в группе по созданию видео работа страдала. Когда я стала отвечать за работу над видео, сестра Джоу сказала, что с поливом проблемы. Я могла прямо сказать ей, как с этим разобраться, но боялась, что если она решит эти проблемы, то припишет себе мои заслуги, и не стала. В результате проблемы остались, и работа затянулась. Верно. Хорошо выполняя работу, я бы смогла получить всеобщее одобрение, и я очень старалась. Сестра Джоу столкнулась с проблемами в работе и нуждалась в помощи, но меня это не волновало, и из-за этого страдала работа Божьего дома. Я была эгоистична и нечеловечна. Если бы лидеры не подрезали меня, я бы так и не осознала, как веду себя, и считала бы, что если я хорошо выполняю свою работу, то значит, я преданно исполняю свой долг. Я бы не познала себя. Позже я прочитала отрывок из Божьих слов, который помог мне глубже понять мою проблему. Чем бы он ни занимался, Антихрист никогда не задумывается об интересах Божьего дома, а думает лишь о том, не будут ли ущемлены его интересы, и вникает только в собственные задачи. Он занимается работой Божьего дома только на досуге. Его всегда нужно подталкивать. Настоящее его призвание – это защита своих интересов. Настоящее дело – то, чем ему нравится заниматься. В его глазах обустройство Божьего дома и вхождение Божьих избранных в жизнь не имеют значения. Неважно, какие затруднения возникают у других людей, какие проблемы они замечают, насколько искренни их слова. Антихристам плевать, они не участвуют во всем этом, как будто это их не касается. Они совершенно безразличны к церковным делам, какими бы важными те ни были. Даже когда проблема прямо у них под носом, они берутся за ее решение с неохотой и небрежно. Только когда Вышнее напрямую берется за их исправление и велит разобраться с проблемой, они нехотя совершают немного реальной работы, чтобы было что продемонстрировать Вышнему. Вскоре они снова принимаются за личные дела. Им неинтересна работа церкви и более широкий контекст. Они даже и не вспоминают об этом. Они игнорируют даже те проблемы, которые сами обнаружили. На вопросы отвечают уклончиво, решать их берутся с неохотой. Это проявление эгоизма и подлости, не так ли? И какие бы обязанности они ни исполняли, они думают только о росте своего престижа. Если это обещает послужить их репутации, они ломают голову над тем, как научиться этому, как это выполнить. Их заботит лишь шанс выделиться. Что бы они ни делали и над чем бы ни размышляли, думают они только о себе. Какие бы обязанности они ни исполняли, они лишь меряются тем, кто выше или ниже, у кого репутация выше. Их заботит лишь то, сколько людей их уважает, подчиняется им и следует за ними. Аминь. Бог показал, что антихристы особенно эгоистичны. Они учитывают только свои интересы, а все их слова и поступки ради статуса. Они никогда не думают о работе церкви в целом и лишены совести. Верно. Я видела, что принципы моих поступков не отличались от антихристовых. Я думала, что хорошо делать свою работу и защищать свои интересы было оправдано. А участвуя в работе других, я оказываю им услугу. Мне казалось, что откладывать свою работу ради помощи другим и выполнять то, за что не похвалят, было глупо. Поэтому, когда мы с сестрой Джоу разделили обязанности, я не задумывалась о трудностях, о которых говорила сестра Джоу, и о том, как их решить. Я думала только о том, как хорошо сделать свою работу и получить одобрение и признание. Если так вспомнить, разве я практиковала истину по сути? Меня занимал лишь мой статус, моя игра. Верно. Я жила по принципам таких сатанинских философских идей, как каждый сам за себя и к черту неудачников. Я была очень эгоистична. Я воспринимала разделение обязанностей как шанс показать свои сильные стороны и не жалела сил в работе. Меня не волновали интересы Дома Божьего в целом. Я не считала себя Его частью и не думала о гармоничном сотрудничестве с моей сестрой. Это препятствовало работе Божьего Дома. Я увидела, что поступаю по-сатанински и что все мои поступки лишены человечности. Похвала не имеет значения при исполнении обязанностей в Божьем Доме. Ты должен хорошо делать то, за что отвечаешь. Это твой долг. А если видишь проблему в деле, за которое не отвечаешь, ты должен изучить и решить ее, потому что ты являешься частью Божьего Дома. Да. Я церковный лидер, и любая церковная работа – часть моей работы. Это моя ответственность. Если что-то не ладится, это имеет отношение ко мне. Но я думала только о своей репутации и вела свою игру. Я шла путем антихристов, который ведет к отвержению и отсеиванию Богом. Верно. В своих поступках антихристы учитывают только свои интересы. Ради них они даже готовы нанести вред работе церкви. Мое поведение не отличалось от антихристового. Без этой беседы я бы не поняла серьезность природы моих действий. Да. Осознав это, я почувствовала, что Бог использовал этих лидеров, чтобы указать на мои проблемы. Это была Божья любовь и спасение. Аминь. Позже я прочла отрывок из Божьих слов и нашла путь практики. Это был предпоследний абзац из книги «Знание своего характера. Основа для его изменения». Я прочту. Ладно. Людям трудно отказаться от личных интересов. Большинство ищет только выгоду. Личные интересы – это их жизнь. И отказ от них – все равно, что отказ от жизни. Что же делать? Научись отказываться и терпеть боль расставания с тем, что ты любишь. Как только ты хоть частично добьешься этого, ты почувствуешь облегчение и освобождение, и так одолеешь свою плоть. Но если ты цепляешься за свои интересы и не отпускаешь, говоря, «Что с того, что я обманывал?» Бог не наказал меня. Так что же могут сделать люди? Я не откажусь ни от чего. Тогда, если ты ни от чего не отказываешься, то только ты один несешь потери. Когда ты признаешь свой развращенный характер, это твой шанс войти, развиться и измениться, предстать перед Богом и принять Его проверку, суд и обличение. Это шанс достичь спасения. Если ты отказываешься от поиска истины, то это равносильно отказу от шанса спастись и принять суд и наказание. Аминь. Аминь. Прочитав Божьи слова, я поняла, что если люди держатся только за свои интересы и не практикуют истину, то в конечном итоге они потеряют шанс быть спасенными Богом. Да. Но если вы можете отказаться от интересов, помогать другим и посвятить часть своих сил общему делу Божьего дома, это не глупость, это доброе дело. И Бог его одобрит. Да. Аминь. В будущем я должна прилагать все усилия для исполнения долга в любой работе. Только так я могу исполнить Божью волю. Аминь. Позже, заметив проблему в работе коллеги, я практично обсуждала с ней, как ее решить, и делилась хорошими предложениями. Когда я видела, что у моей соработницы трудности, я делала все, чтобы найти решение, и воспринимала всю работу в Доме Божьем как свою ответственность. Практикуясь таким образом, я почувствовала умиротворение. Да, слава Богу. Иногда я все равно проявляла эгоизм, и мне хотелось больше времени посвятить своей работе и меньше заботиться о работе коллег. Тогда я молилась Богу и отрекалась от дурных намерений. Ведь Божий дом – это единое и неделимое целое. Когда я помогаю сестре решить проблему, это не дополнительная работа и не вне моих компетенций. Это моя ответственность и долг. Помня об этом, я смогла отбросить свои интересы и активно работать с сестрой. Благодарение Богу. В дальнейшем мы единодушно работали вместе, и вся церковная работа велась эффективно. Новообращенных стало больше, и мы основали две новые церкви. Я благодарила Бога за Его руководство. Благодарение Богу. Благодаря этому опыту я поняла, что если, сотрудничая с другими, мы можем отбросить наши желания, пренебречь личными интересами, действовать единодушно и защищать работу Божьего дома, мы достигнем Божьего водительства. Аминь. Только благодаря суду и обличению Божьим словом я смогла понять это, измениться и воплощать человеческое подобие. Слава Богу! Благодаря этой беседе я обрела путь практики. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!